Тиэр 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 ошибок 8 из которых на подаче и вновь поступили в концовке 23 25 сегодня установку хорошо держали счет чуть меньше так ошибались более сконцентрированы были даже на второй день давление после первой игры стало точно меньше а вот на первой игре она была попытались сбросить это давление и в общем вчера неплохо сыграли надеялись на 1-1 конечно для нас 1-1 был бы грандиозный результат но после вчерашней победы конечно получили заряд уверенности уже играли более раскрепощенно второй сет второго матча получился пока что лучшим для зенита в этой силе во-первых вместо алексея самоленко вышел вадим лихошерстов который в итоге набрал 10 очков сумев серьезно затруднить прием гостям в атаке казанцы показали 62 процента а вот кузбасс наоборот не мог добить до пола при 37 процентах реализации в концовке вместо игоря кобзаря даже появился молодой егор кречетов 25 19 надо дать должное команде кузбасс но ребята сейчас очень хорошей форме находятся сегодня было лучше да сегодня было лучше но все равно конечно много ошибок и все наверно подачу кузбасс также сыграл очень слаженно показал очень организованную игру и на блоке и защите казалось бы вот он момент когда зенит сможет вернуться в игру но не тут то было гости сначала отыграли отставание минус 2 и уже повели 13 16 но героем сета стали подлесных и полетаев ярослав в этот вечер набрал 17 очков а виктор сначала заработал сетбол после чего закрыл блоком мегапета всего же на счету диагонального 23 очка при 62 процентах реализации вновь 23 25 все ребята молодцы то есть достаточно хорошо показали на что они способны свою борьбу от начала до конца в эти два дня нам не хватило как раз и подачи то что мы можем подавать то что мы обычно подаем тот результат который приносит нам подача в этих двух играх и не было мы хотели конечно поменять что-то но у нас не получилось немножко не хватает концовки вот одного мяча буквально но на данный момент везет время сильнейший в четвертом сете гости вновь взяли инициативу в свои руки и повели в счете 13 16 эрвин гапет набравший 18 очков за матч так и не смог нащупать свою подачу ошибившись 7 раз в 11 попытках и 17 21 максим михайлов набравший в итоге 20 очков двумя эйсами вернул зенит в игру но очередная шестая концовка в двух матчах оказалась за кемеровским кузбасса 22 25 1 3 в матче и неожиданные 0 2 в серии попросить прощения у болельщиков огромное спасибо за поддержку все не бросают болезнь это спорт всякое бывает я думаю что не стоит сейчас заранее нам проигрывать нужно подумать как нужно выиграть одну игру на одну игру настраивать переигрывать пока на скутбасс играют у них свобода свобода действий вот все получается игра без права на ошибку это тяжело я так думаю что это основная причина то количество ошибок которые которые мы имеем но мы немало серьезных соревнований выиграли находясь более тяжелой ситуации у нас есть какой-то шанс будем пробовать не значит что мы складываем полномочия да и не будем бороться да мы проигрываем 0 2 в серии ситуация на грани катастрофической но знаю что этот последний шаг не просто сделать не просто сделать и я думаю что уже нужно сбросить какую-то зажатость и просто выйти рисковать ничего уже не дают кто бы мог подумать что серия переедет из казани при счете 0 2 в пользу кузбасса отступать зимитовцам уже некуда и команда не раз показывала что способна выбираться даже из самых сложных ситуаций третий матч финальной серии состоится с 7 мая в кемерове в 15 часов по московскому времени поболеть за казанцев которым именно сейчас очень нужна ваша поддержка вы сможете включить прямую трансляцию на телеканале в матч страна на интернет порталах tv старт спортбокс laola tv и волей . уважаемые болельщики спасибо за вашу поддержку подписывайтесь на за тв